Друзья, всем привет! С вами Люба и канал Радости Скупые Телеграммы. Сегодня будет не очень веселое, но очень важное видео. Я призываю вас всех, вне зависимости от ваших политических предпочтений, на время отложить распри и послушать, о чем будет идти речь. Также я прошу фаната Васи Казанцевой не выключать этот ролик, а посмотреть его до конца и уже потом самостоятельно сделать выводы о том, стоит ли дальше ходить на лекции к этой женщине, покупать ее книжки и поддерживать ее деятельность рублем. Как вы помните, год назад у меня уже был небольшой ролик про Асю Казанцеву. Там мы обсуждали преимущественно события в Украине и ее отношение к этому вопросу. Как говорит Екатерина Шульман, вообще главное, что нужно делать в стрессовой ситуации, это смотреть все интервью Екатерины Михайловны Шульман и надеяться, что в светлом будущем, прекрасной России будущего Екатерина Михайловна Шульман будет нашим президентом. В этом же видео будет много подробностей из Асиной личной жизни, которые она сама нам любезно предоставила. Не удивляйтесь, пожалуйста, что я знаю такое количество деталей. Дело в том, что я слежу за Асей достаточно давно. Не могу сказать, что я прямо ее персональный сталкер, но в общих чертах мне известно, чем она занимается и что думает по тому или иному вопросу. Почему я за ней слежу, сама до конца не понимаю. Но меня прямо завораживают истории, когда люди реализуют свои душевные травмы так, как она это делает. Я за этим наблюдаю, как за какой-то тяжелой психологической драмой, которой нет ни конца, ни края. Возможно, я вижу в этом себя и понимаю, что могла пойти по тому же пути, если бы обстоятельства сложились немного по-другому. Не знаю, честно. В своем старом ролике я сделала кокетливую ремарку о том, что Ася меня бесит, но я не могу понять почему. На самом деле я слукавила. Я прекрасно знаю, что не так с Казанцевой и почему у меня от нее горит. Просто тогда мне было неловко перетряхивать грязное белье персонажа, и я технично слилась с темы. Однако недавний скандал с Мариной Вассад наглядно показал, что подобное обсуждать не просто можно, но и нужно. Не вся личная жизнь одинаково хороша, не все типы отношений приемлемы, и есть вещи, которые пропагандировать не стоит. Особенно, если тебя смотрят наивные внушаемые люди. О, идем на чай. И они мне предлагают бутерат или джи, или лошадиный транквилизатор. Когда я впервые себя почувствовала женственно, в 27 я сделала первую айуаску. До этого, считай, 27 лет жизни я была вот супер мужественной. Я мыслила как мужик. Очень сейчас часто общаюсь с парами, с вингерами, с парами, которые в открытых отношениях. Я предпочитаю секс без презерватива. Мы занимаемся анальным сексом, и вдруг ко мне прилетает телефон и говорит, о, скажи привет, имя знакомого. Я охуеваю. Ну, то есть, и вот прикинь, что было со мной в тот момент. Я не просто так упомянула Новосад. Между Марией и Асей Казанцевой я вижу много общего. Хотя одна это типа секс-блогер, а вторая типа научный просветитель. И дальше вы поймете, о чем я говорю. Но для начала давайте я пару предложений обозначу, кто такая Ася Казанцева и чем она занимается. Ася Казанцева – это мега известный российский научпопер, специализирующийся на изучении мозга человека. Она написала такие книги, как «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет делать нас глупости», «В интернете кто-то не прав», а также «Мозг материаля». Эти книги продаются в каждом книжном магазине и расходятся огромными тиражами. На фейсбук Казанцевой подписано 60 тысяч человек, а видео с ее лекциями и интервью собирают сотни тысяч, а то и миллионы просмотров. Для научного контента это очень и очень хорошие показатели. Мне немного неловко сравнивать Казанцеву с Дробышевским, но в плане медийности они находятся примерно на одном уровне. Казанцева – персонаж узнаваемый, читаемый и купающийся в обожании аудитории, хотя научное сообщество сейчас ее слегка сторонится. Она просто ничего не знает. Я знаю Асю Казанцеву, и я не хотела бы публично высказываться, но это не человек, с которым я найду нужным вообще о чем бы то ни было беседовать. Нейробиолог, она потому что у нее написано в книжечке нейробиолог, а не потому что она нейробиолог. Есть версия, что Ася Казанцева – это чей-то проект, в который прилично вложились на старте. Насчет этого я ничего не знаю и плодить слухи не буду, хотя лично я сама не понимаю феномен ее популярности. По-моему, Ася – это абсолютно антихаризматичный и отталкивающий спикер, и надо вбухать огромное деньжище, чтобы о ней хоть кто-то узнал. С другой стороны, я понимаю, что составляющие успеха все же имеются. Ася эксплуатирует довольно актуальную тему. Изучение когнитивных процессов – это сейчас модно. Все хотят быть более продуктивными и более успешными. И Ася нам рассказывает, как этого добиться, используя резервы собственного мозга. Причем она это делает не сухим научным языком, а в таком, знаете, простецком дворовом стиле. Она может и рожу скорчить, и мотюкнуться, и анекдот рассказать. Кошку, если вы попробуете трахнуть, когда она вне овуляции, то она будет очень недовольна. Человеческой замки тоже, конечно, как подойти, но… Плюс ко всему внешность и подача карикатурного ботана как бы добавляет ей экспертности. Ну, сразу видно, что эта девушка точно разбирается. Не тратит у то свою жизнь на всякие инстаграмы, а наукой занимается. Сейчас Казанцева пользуется довольно большим кредитом доверия. У нее тысячи верных поклонников, которые набегают в комменты, защищают свою богинюшку, а тех, кому она не нравится, обвиняют в мракобесии. Ну, типа, если ты не любишь Казанцеву, значит, веришь в астрологию, лечишься мочой и тусуешься с антипрививочниками. И это, я считаю, большая проблема. Нездоровый фанатизм по отношению к кому угодно – это, в принципе, не очень хорошо. Но здесь все осложняется тем, что порой Асяк говорит совершенно дикие вещи, делится опытом, который не стоит повторять абсолютно никому, ни в коем случае, и подгоняет под это научную базу. Так как у меня канал все-таки культурно-политический, надо для начала немного обсудить гражданскую позицию Казанцевой. А она у нее очень активная. Прям очень-очень-очень активная. Я думаю, ни для кого не секрет, что российская тусовка научпоперов достаточно политизирована. Ее крестным отцом считается покойный бизнесмен Дмитрий Зимин, который основал фонд «Династия» для поддержки молодых ученых. Параллельно с этим Зимин спонсировал оппозицию. Сколько стоил медицинский борт из Омска в Берлин? По-моему, 75 тысяч евро. Его оплатил Борис Зимин, за что я ему очень благодарен. Сколько стоило твое лечение в Шерите? Еще финального счета они не выставили, потому что физиотерапевт и все остальное. Но я думаю, что исходя из того, что мы до этого видели, это будет порядка 60 или 70 тысяч евро. Я обнародовал не так давно свой доход годовой. Годовой доход, сумма вот здесь появится. Основной источник этой суммы — это юридическая работа на Бориса Зимина. В чем эта юридическая работа заключается? Зимин очень хорошо понимает, что мне нужно на что-то жить. И он понимает, что политика — это основное мое место работы, приложение усилий. Поэтому в этом смысле он заключает со мной юридический контракт. Я делаю действительно какую-то работу, но это не то, что прям полноценные суперотношения, такой, знаешь, клиент и заказчик. То есть, по сути, это больше похоже на спонсорство? Ну, это не похоже на спонсорство. Как я понимаю, чтобы получить грант от династии, одного таланта было недостаточно. Нужно было придерживаться еще и определенных политических взглядов. Ну, или хотя бы им не противоречить. Подробнее об этом можете почитать в интервью Александры Элбакяна, которая как раз таки не вписалась в этот междусобойчик из-за своей позиции. Ссылку на него я оставлю в описании. Собственно, многие ученые, вышедшие из-под крыла Зимина, нет-нет, да и высказывались то в поддержку Пусси Райот, то про Крым, то про сбитый Боинг. При этом они всячески подчеркивали, что находятся вне политики и просто выступают за здравый смысл. Долгое время эта схема спокойно себе работала, и публика не замечала, что ей под шумок проталкивают нужный нарратив. Но вот Ася Казанцева – это отдельный случай. Так навязчиво и тошнотворно пихать политику в свои научные изыскания, это надо постараться. Когда Навальный был еще на свободе, Ася, можно сказать, пыталась дружить с его семьей. Его брат проиллюстрировал ей книжку, а сам Алексей написал на нее рецензию, которую Ася поместила в аннотацию. Книжка про науку, рецензия Навального. Логично? Логично. Когда шли выборы президента 2018, Ася открыто агитировала за Собчак. Когда Путин пришел к власти, мне было 13 лет. Сегодня мне 31. За это время я ни разу не видела в стране какой-нибудь политической конкуренции. Также Ася лично посещала штаб Ксении Анатольевны и читала открытую лекцию под названием «Чем мозг либерала отличается от мозга консерватора?» Ну, как чем? Мозг под форму черепа адаптируется, очевидно же. Знаете, в 2018 я сама была то еще либерахой, и мне тоже нравился Навальный. Но уже тогда мне казалось, что настолько смешивать науку с политикой – это too much. А сейчас я задумалась, а занималась ли Казанцева наукой вообще? Открываем любую Асину книгу. Что у нас тут? Жрать, курить, алкаха, секс. Гомеопатия, прививки, ГМО, геи. Счастье, страх, сила воли, башни излучателей. Короче, чернуха, желтуха, порнуха, жранина, ссанина и хрюканина. У всех млекопитающих есть рефлекс Фергюсона. Повышение концентрации окситоцина в ответ на механическую стимуляцию влагалища и шейки матки. На ветеринарных сайтах можно найти такой совет. Если свинья родила поросят, но не может начать их кормить, то нужно взять велосипедный насос, накачать ей во влагалище воздуха и зажать рукой половые губы, чтобы воздух не выходил. Созданное давление приведет к усилению молокоотдачи, для которой необходим окситоцин. Аналогичный совет можно дать и мужчинам, желающим укрепить привязанность у возлюбленной. Ей нужно обеспечить механическую стимуляцию влагалища. Обычно это делают, подолгу занимаясь с***цом. Но в принципе можно попробовать и с велосипедным насосом. Пожалуй, после этого женщина действительно вас никогда не забудет. Смотрите, я не биолог. Разоблачать асины умозаключения я не вправе, потому что для этого нужно соответствующее образование. Но я могу высказать свое мнение, как потребитель конечного продукта. Эти же книги пишутся для простых людей, а не для ученых, правда? Итак, что меня не устраивает? Во-первых, Ася занимается наивным биологизаторством, полностью игнорируя социально-экономический фактор. То есть она берет любое событие и трактует его исключительно с точки зрения биологии, что является большой ошибкой, если мы говорим про людей, которые вообще-то биосоциальные существа. Ася Казанцева, нейробиолог, популяризатор науки, говорит следующее. У нее спросили, как вы относитесь к религии. Она говорит, послушайте, я человек с приличным образованием, живущий в Москве 21 века. Какая у меня может быть вера в Бога? Вы о чем? Чуть ниже она говорила об ученых, которые каким-то удивительным, по ее мнению, образом сочетают в себе научную деятельность и веру в Бога. Она говорит, возможно, это что-нибудь про разобщенность полушарий на самом деле. Возможно, у них что-нибудь с мозолистым телом, которое соединяет правое и левое полушария. И, например, левое полушарие у них занимается наукой, а правое полушарие верит в Бога. В общем, здесь неврологам было бы над чем поработать, конечно. Это заметила не только я. Ссылки на критику Казанцевой и ее подхода я оставлю в описании. Я допускаю, что в ряде социальных слоев сексизм может существовать. Но, во-первых, люди свободны в выборе социального слоя. А, во-вторых, я считаю, что это не самая главная проблема российского общества. А что, так можно было? Ну, хорошо. Тогда я выбираю себе социальный слой долларовых миллионеров. Вот сейчас заканчиваю обзоры и пойду с ними дружить. Это же так работает, да? Во-вторых, в книгах Казанцева есть некий инфо-цыганский душок. Вот давайте честно. Асю Казанцеву слушают не потому, что приспичило изучить биологию на старости лет, а для того, чтобы улучшить свою жизнь. В описании к первой книге прямо так и говорится, что это книга об основных биологических ловушках, которые мешают нам жить счастливо и вести себя хорошо. То есть нам предлагают очередную волшебную таблетку. Да, это не Блиновская и не Тони Робинс. Но все же Ася намеренно упрощает информацию и дает ложную надежду читателям на то, что после прочтения ее книги они смогут стать новой, лучшей версией себя. Конечно, Ася может сказать, что нет, я этого не говорила, вы все не так поняли, вы все себе придумали. Но вообще-то такие вещи не обязательно озвучивать вслух. Это считывается на уровне тона, подачи, заголовков, ключевых цитат. С точки зрения маркетинга это хороший ход. Такие книги легко продаются. Но с точки зрения науки подобное недопустимо. Человеческий организм и человеческий мозг это очень и очень сложная и еще до конца не изученная штука. Люди годами сбрасывают лишний вес, годами подбирают антидепрессанты, годами страдают бессонницей, лечат сексуальные дисфункции и так далее. Никаких универсальных рецептов нет и быть не может. Безусловно, лучше читать Асю Казанцеву, чем Геннадия Малахова. Но поверхностный попсовый научпоп не даст вам хороших знаний о себе и об окружающих. Скорее он разовет у вас эффект Данинга-Крюгера. В-третьих, если какое-то время понаблюдать за Казанцевой, можно заметить, что она совершенно не критично относится к науке. Она воспринимает науку как некую абсолютную истину, которую нужно просто взять и применить, и все будет хорошо. И этой самой наукой она объясняет любой чих. Дело иногда доходит до абсурда. Например, недавно в рекламе какого-то застройщика она рассказывала, как правильно сделать планировку с точки зрения нейробиологии. Мне кажется, это неправильно. Наука это не какое-то там божество. Это всего лишь инструмент для познания мира. Один из инструментов. Ученые тоже люди. Они тоже могут ошибаться. А те теории, которые сейчас воспринимаются как данность, лет через 200 могут быть признаны ошибочными. И вы мне сейчас можете сказать, ну что? Ну хайпится человек, ну упрощает. Но ведь она ученый. Она может себе это все позволить. Нет, она не ученый. В 2008 году Ася окончила биологопочвенный факультет СВБГУ. В 2013 году занималась исследованиями в рамках какой-то программы в Израиле. И все. Будучи почвоведом по образованию, Ася начала писать книжки о том, как работает мозг. Причем долгое время она ходила в статусе научного журналиста, что бы это ни значило. А в магистратуру в ИШЭ по когнитивным наукам она поступила аж в 2016 году, когда уже вторая книга была на подходе. Я где-то читала, что почвоведение в СВБГУ – это такая зонтичная специальность, в рамках которой могут изучать и генетику, и нейробиологию, и молекулярку, и что ты хочешь. Но я думаю, что 4 курса – это в любом случае недостаточно, чтобы лезть в научпоперы. С таким же успехом писать книжки сможет любая 22-летняя писюха-троечница с дипломом бакалавра. Сейчас из дополнительных образований у Аси Казанцевой магистрский диплом в ИШЭ и магистратура по молекулярной биологии в Бристольском университете. При этом она уже издала третью книжку, и сейчас пишет новую, зелененькую, о том, как воспитывать детей. Я планировала, что во время беременности я сработаю денег и напишу книжку четвертую зеленую, а потом с маленьким малышом ничего делать не буду. Ну, у Аси же недавно родилась дочь, теперь она все знает о воспитании детей. Учиться на педагога, на детского психолога, а зачем? Ася не ученый. В лучшем случае она не глупая девочка, которая любит читать и пересказывать чужие статьи. Ученый – это тот же Панчин. Да, он, конечно, персонаж с приколом, но все же он человек науки с соответствующими регалиями. Где это у Аси? На основании чего она занимается научной журналистикой? С какой стати ее приглашают на разные шоу в качестве эксперта? Еще ты спрашиваешь, а можно ли предсказать появление диктатора, такого как Гитлер, такого как Сталин, такого как Путин, возможно? Мне кажется, чтобы считаться популяризатором науки, одного интереса к сфере недостаточно. Нужно знать всю подноготную, которая без аспирантуры, диссертации и собственных исследований недоступна. Нельзя вот так вот просто полазать в Википедии, потыкать по чужим статьям и стать знатоком в той или иной сфере. Чтобы подавать науку легко и интересно, надо иметь очень и очень серьезный бэкграунд. Ну или же быть выдающимся самородком, как, например, Яков Перельман. Ни того, ни другого я у Аси в упор не вижу. У меня была несчастная любовь, мы трагически расстались с мальчиком, я, соответственно, несколько месяцев ходила, страдала, ходила, страдала. Потом как-то раз в самом конце декабря 2012 года выползла на улицу покурить, и тут у меня в голове буквально высветились огненные буквы. Книга оправданий, она должна была так исходно называться, книжка, которая должна была объяснить мальчику, почему я такая дура. Не уверена, что мальчик ее дочитал до конца или вообще читал внимательно, но, по крайней мере, вопрос о том, почему я такая дура, оказался интересен там сотни тысяч людей. Вот что пишет Ася у себя на фейсбуке. На самом деле, именно на волне любви к нему я поступила в 10 класс в химбиошколу. Это именно с него началась история моей жизни во фрейме влюбленности как топливо. И во фрейме основная цель влюбленностей – стать профессионально успешнее, чем другие его женщины. Просто дальше постепенно повышалась сложность задачи, потому что мужчины, в которых я безнадежно влюблялась, становились все круче и круче. И их женщины, соответственно, тоже. Мне бы не пришло в голову, например, написать книжку, если бы главная для меня женщина в жизни Николя не писала книжек. А раз она может, значит, мне тоже надо. Первая любовь сподвигла учиться. Как это мило. А знаете, кто был первой любовью Аси Казанцевой? Мой первый мужчина был низенький, полноватый, с безвольным лицом и редкими бесцветными волосами. Работал, кажется, кладовщиком. Мой второй мужчина был красивый, если не считать совершенно гнилых зубов. Ни у одного из них не было со мной, собственно, романа. И жили они всегда с другими женщинами. Ни один из них не пытался меня как-то активно и целенаправленно клеить. В лучшем случае они давали мне понять, что шансы на секс с ними у меня есть. После того, как я приходила к этой мысли, я в обоих случаях, как честный человек, шла к их основным женщинам и спрашивала разрешение на переход к активным боевым действиям. Примерно таким образом я обеспечивала себе секс класса с 9 до 11. Да, вы все правильно поняли. У Аси первый секс был в 13-14 лет с каким-то мутным женатиком. И она считает, что это норма. Секс был, кстати, хороший. Случаев какого-то давления или абьюза тоже не припомню. Я осознавала себя как активную сторону, самостоятельную боевую единицу, сознательно выбирающую, с кем ей спать, а с кем нет. Это то, что меня и сейчас сильнее всего раздражает во всех этих историях о том, что нельзя спать с девочками-подростками. Во-первых, то, что девочкам-подросткам абсолютно отказывают в том, что они мыслящие существа, способные самостоятельно принимать решения. Во-вторых, то, что почему-то получается, что на эту пропаганду ведутся исключительно хорошие люди. В итоге девочкам-подросткам в поисках секса приходится спать только с теми, кто не повелся, выбирая из крайне ограниченного числа крайне сомнительных вариантов. А что, что, блять, я сейчас прочитала? А какие положительные эмоции дает такой секс в 14 лет? Спрашивает Асина подписчица. Ну секс, это вообще-то приятно, отвечает Ася. Его вообще-то хочется половозрелому человеку любого пола. Я пробовала как-то в 26 жить полгода без секса. Мне очень не понравилось. Я допускаю, что 14-летняя девочка может быть объектом манипуляции. Ее риск, безусловно, повышается, когда есть абсолютная табу на секс с 14-летними. Но также объектом манипуляции может быть и 16-летняя, и 18-летняя, и 20-летняя девочка. Опять-таки, вы все правильно поняли. Ася Казанцева пропагандирует секс с подростками. Не секс между подростками, а секс взрослых людей с подростками. Неужто в мат-классах не было мальчишек? Спрашивает читательница. Вы предлагаете в 14 лет спать со сверстниками? В ответ спрашивает Ася. А 11-классников отменили? Отвечают ей. Ну я допускаю, что, наверное, можно найти хорошего партнера и среди 17-летних. Отвечает Ася. Но при прочих равных это выглядит сложнее, чем найти его среди взрослых. Как минимум нужно, чтобы ему было где, и чтобы у него не было сперматоксикоза, ведущего к давлению и манипуляциями в надежде на как можно более быструю дефлорацию. С сексом мне очень повезло. Мой первый мужчина был женат на юной прекрасной барышне, и, соответственно, применительно ко мне вообще никуда не торопился. От первого поцелуя до освоения всех основных ситуальных практик прошло, не преувеличивая, около года. Так, сейчас я запью эти охуительные истории и попытаюсь их как-то прокомментировать. Смотрите, я предлагаю взглянуть на ситуацию с двух измерений. Как ее видит Ася и как она выглядит со стороны. Ася помнит себя в 14 лет очень взрослой и самостоятельной девочкой. Она давно переросла авторитет родителей, ей было скучно со сверстниками, и она уже была полностью готова ко взрослой жизни. Она достаточно хорошо развилась и в сексуальном плане, не только физиологически, но и психологически, что позволило ей не просто осуществлять, собственно, койтус, но и подходить к этому весьма утилитарно. Она обеспечивала себя с опытными мужчинами без сперматоксикоза, она договаривалась об этом с их женами и чувствовала себя прекрасно. А еще она наверняка выглядела достаточно взрослая, лет на 18-20 как минимум, что позволяло ей находить себе таких же взрослых кавалеров, с которыми она была на равном. А теперь давайте я расскажу, как эта ситуация видится мне. Ася в свои 36 лет довольно инфантильный человек. У нее не ладится быт, не клеятся отношения, она влипает в сомнительные истории, и в целом она довольно зависимая и ведомая. Об этом мы подробнее еще поговорим дальше. Я очень сомневаюсь, что взрослый не по годам дядя Федор может настолько деградировать со временем. Судя по рассказам Аси, она родилась в многодетной семье. Отца, насколько я помню, не было, а мать особо детьми не занималась, из-за чего они росли как бурьян. Асю в детстве не отвели к логопеду, не заботились о ее здоровье, не следили за тем, что она ест, во сколько ложится спать и где тусуется по вечерам. Это называется заброшенность и педагогическая запущенность, и никакого отношения к здоровой самостоятельности это не имеет. Кстати, в школе Ася тоже училась неважно. По ее словам, она увлеклась учебой только в старших классах, а до этого ее больше интересовали в писке. Что касается отношений со сверстниками, то я предполагаю, что они были неважными. Нет, может Асе, конечно, и повезло со школами, а она часто меняла школы, потому что часто переезжала. Но, как правило, дети в таком возрасте достаточно жестокие. Девочка со специфической внешностью, с серьезными дефектами речи, с странненьким поведением, с отсутствием крепкой опоры на родителей, еще и новенькая, это почти всегда либо отщепенец, либо изгой, объект травли. Исключения есть, конечно, но они только подтверждают правила. Дети, у которых не ладится со сверстниками, и часто ищут общество взрослых. Как я поняла, Ася равнялась на старшего брата и пыталась влиться в его тусовку. И вот на этом этапе ей попадается низенький, полноватый, лысоватый, женатый уродец, которому на тот момент было 28. Он ее обхаживает, уламывает, сыт ей в уши о том, какая она необычная, уникальная, непохожая на других, развитая не по годам. Он с ней занимается поцелуями, предварительными ласками, что лично я трактую как груминг. И, наконец-то, пристраивает свою пипирку. 14-летней, блядь, девочке пристраивает свою пипирку. 14-летней девочке, сироте при живых родителях. Знаете, Ася и сейчас выглядит гораздо моложе своего возраста. Я бы ей больше 25 не дала. А теперь представьте, как она выглядела в 14, учитывая, что, по ее словам, она никогда не пользовалась декоративной косметикой, а также не носила каблуки и женственную одежду. В моей вселенной подобное считается растлением несовершеннолетних, а мужики, которые это совершают, это больные на голову ублюдки. Но Ася всячески рационализирует этот опыт и убеждает себя в том, что она сама этого хотела и сама это выбрала. Есть ряд дискуссионных тем, на которые я ведусь и спорю пламенно и страстно. К области неопределенных значений относится нимфетка силия. Зоной неопределенных значений для меня является искусственно созданная граница от полового созревания до возраста согласия. Мне представляется, что недооценен процент тех, чьи интересы такая граница ущемляет, юных мальчиков и девочек. Особенный трагизм ситуации заключается в том, что они могут, вероятно, заниматься с**цем друг с другом, но при этом для них нравственно неприемлемо заниматься с**цем с прекрасными людьми старше себя. Так в том и прикол, что для прекрасных взрослых людей подростки воспринимаются как дети. У них тупо разный опыт и разный социальный статус. Нормальному 25-летнему парню неинтересно слушать про математичку и про родителей, которые запрещают ночевать у подружки. К школоте лезут либо перверты, либо мужики, неспособные заинтересовать ровесниц. В официальной границе есть смысл, но все же я бы снизила ее как минимум до 14. Либо я бы оставила ее какой угодно при условии индивидуального подхода. То есть, чтобы любая девочка с 12, скажем, лет могла бы сходить к врачу, подвергнуться осмотру, выявляющему физиологическую зрелость и тестированию, оценивающему психологическую готовность брать на себя этот уровень ответственности и получить соответствующую бумажку. Юбанная жизнь. Например, к области неопределенных значений относится зоофилия. В решении вопроса о зоофилии я склонна к половой дискриминации. Я полагаю самца активно действующей стороной, поэтому считаю нравственным с кобелем и безнравственным с козой. Что же касается экзотических вариантов типа сракса со змеями, насекомыми или лягушками, то он кажется мне нравственно приемлемым во всех тех случаях, когда не приводит к смерти или увечию животного, и этически не безупречным, если приводит. Ася, ты ебанулась? Ты группы ебаньконов слушалась? Кому вообще в голову придет даже гипотетически размышлять о сексе со змеями? У меня вчера змея сосала, а сегодня я ебу свежо. Ой, друзья мои, это пиздец. Смешного тут, конечно, мало. Мне даже пересказывать все это тяжело. И ладно, если бы Ася сидела и переваривала свои травмы у себя в закрытках. Но нет, она в открытую пропагандирует секс с подростками, прикрываясь наукой. Журнал «Нож». Автор Ася Казанцева. Статья за 2016 год. Исследования подросткового секса в основном проводятся в США. В соответствии с данными, собранными в этой стране, ранняя сексуальная активность это в целом признак неблагополучного подростка. Секс в юном возрасте ассоциирован с такими факторами, как употребление алкоголя, низкая успеваемость в школе, признаки депрессии, развод родителей. Правда, связь с любым из этих параметров сомнительная. А главное, как всегда, непонятно, где причина, а где следствие. Вполне можно предположить, к примеру, что подростки борются с плохим настроением посредством секса. И в чем тогда виноват секс? Иногда появляются работы, более отчетливо демонстрирующие пользу подросткового секса. В 2007 году ученые из Университета Вирджинии провели долговременное исследование близнецовых парк, в котором выяснилось, что раннее начало половой жизни связано с низким уровнем антиобщественного поведения. Настоящей проблемой стало исследование, показавшее, что даже вред отца для неполовозрелых в какой-то степени преувеличен. В 1998 году Брюс Ринд и его коллеги опубликовали мета-анализ 59-ти исследований психотравм от сексуальных домогательств, пережитых в детстве. Они показали, что люди, столкнувшиеся с домогательствами, действительно менее успешны. Но это связано скорее с тем, что они в принципе росли в неблагополучных семьях. Если сделать на это поправку при анализе данных, то негативные эффекты от собственно сексуальных домогательств перестает быть статистически значимым. Слушайте, а как у Мизулины дела? Просто Ася Казанцева никуда не уехала. Она до сих пор катается с лекциями по России. Рекламой этих лекций мне засрали уже всю ленту соцсетей. Может, стоит прийти послушать, что она несет. А то, это знаете, уже переходят все границы. Вообще, Ася поразительно часто делится постельными подробностями. Мы знаем, что она ходила на курсы орального секса, посещала стрип-клубы, написала мануал о том, почему каждая женщина должна делать миг, а также призналась, что хотела бы сняться в плейболе. Ну, короче, если ко мне придет плейбой и предложит мне сняться с голыми сиськами и поговорить про ней и реабиологию, то я с большим удовольствием откликнусь на это предложение. Лучше бы они устояли до того момента, как я дешечек завела, пока есть еще что показывать. Бидоны, дойки, буфера. Также Ася постоянно напоминает, что она бисексуалка и практикует священный тройничок. Я могу спокойно, да, вот сейчас только что я со сцены упомянула про свою бисексуальность сквозь. Я больше гетеро, но всякое бывает. Мне легко быть на ступеньке 2 по шкале Кинси, мне легко интересоваться романтически и мальчиками, и девочками и говорить об этом в интервью, между прочим. И никто из моих друзей не начнет думать обо мне хуже, если я похвастаюсь им, какую прекрасную девочку я вчера смогла склеить. Никого вам это не напоминает? Говоря об идеальных отношениях, для меня идеальные отношения с моим мужчиной это определение, давайте какое хотите, моногамное, то есть мы друг с другом, но я иногда переношу какую-то девочку. То есть я ее выбираю. И давайте будем говорить откровенно. Для любого гетеросексуального мужчины это фантазия, чтобы его женщина еще и любила трахаться с женщинами, и она приводила горячих женщин в постель. Что касается влюбленностей, то с ними все проще и веселее. С подростковых лет, пытаясь понять, влюблена я или не влюблена, я представляю, что этот чувак такой на ровном месте ко мне подходит и говорит, а пойдем ты сделаешь мне мент в туалете. Если я думаю, да, офигенная идея, то значит я правда влюблена. Похоже, я никогда не была влюблена. В 2019 году Ася пошла в банк и выставила на благотворительный аукцион свою яйцеклетку через фонд Эволюция. Я яйцеклетку продала. Половину яйцеклеток она заморозила для себя на случай, если ей захочется родить ребенка в позднем возрасте. Ну а вторую половину продала за 90 тысяч рублей. Мы предполагаем, что есть люди, которые не хотят кота в мешке, то есть не хотят связываться с анонимным донором. А предпочтут взять мою, потому что могут прочитать мои книжки, интервью со мной, посмотреть лекции. В общем, знают, что я собой представляю. А поскольку мы знаем, что гены довольно серьезно влияют на внешность и на характер, кто-то вполне может захотеть ребенка от меня. Я не против. У меня так много вопросов и так мало ответов. Во-первых, зачем продавать яйцеклетку публично? У тебя вода в жопе не удержится, если ты сделаешь это конфиденциально. Во-вторых, мне бы хотелось посмотреть на человека, который купил яйцеклетку у Аси Казанцевой. Извините меня, конечно, но кто? Кто в здравом уме захочет смоделировать себе ребенка по образу и подобию Аси Казанцевой? Это же все равно, что купить биоматериал у какого-нибудь персонажа из передачи «Мужское-женское». В 2019 году Ася развелась со своим бывшим мужем. Они устроили из этого праздник с платьями, тортом и томодоль. Ну, чтобы, не дай бог, никто не забыл, что они не такое, как все в небыдло. После этого наша героиня пыталась построить новые отношения, а в 21 году объявила себя полиамором. А все почему? А потому, что Ася влюбилась в полиамора и тот разбил ей сердце. Ну, и она не придумала ничего лучше, чем, опять же, рационализировать эту ситуацию и самой попытаться этим самым полиамором стать. Ходили недавно гулять с дружочком, разговаривали, конечно, про полиаморию, обсуждали гипотезу, что полиамория закрывает у нас тревожных аспергеров ту самую потребность, которую у нормальных людей закрывает деторождение, а у счастливых дружба и работа. Расширять свою стаю, наращивать число своих. Секс – это довольно эффективный способ формирования эмоциональной привязанности, особенно для тех, кто другие плохо умеет. А жить с одной единственной эмоциональной привязанностью, конечно, не пожелаешь никому, слишком небезопасно. Так, сначала по поводу аспергеров. Ася прошла в интернете тест и диагностировала сама у себя синдром аспергера. Я не прикалываюсь, вот скрин. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что для тревожных людей полиамория – это худшая идея из всех возможных. Такой образ жизни подходит скорее для человека авантюрного склада, который любит приключения и жить не может без острых впечатлений. А тревожным, наоборот, нужны предсказуемые отношения со стабильным партнером и минимальный уровень стресса. Я вижу, что Асю задел этот инцидент с полиамором, но я не понимаю, зачем делать хорошую мину при плохой игре. Ну, почему не признать, что тебе на самом деле больно и обидно? Как бы Ася не строила из себя безэмоциональную, циничную, независимую женщину, у нее вся жизнь крутится вокруг штанов. Пошла в науку, потому что мальчик, написала книгу, потому что мальчик, в Москву переехала, потому что мальчик. Я видела одно из твоих интервью, в котором ты потом делала вот так, говорила, что результат, в общем-то, у книги был. Результат был, да, мы прожили семь лет долго и счастливо, потом в девятнадцатом году все-таки развелись, но все равно у нас есть, например, общие замороженные эмбрионы, и вполне вероятно, что деточки у меня будут как раз с этим прекрасным мальчиком. И да, кстати, мальчик выглядит вот так. А если мальчик может заморозить свои эмбриончики, то пора называть писью членом и лечить сиселис. Такие девушки, как Ася, называются пикмигел. Они с кожи вон лезут, чтобы понравиться мужчинам, и всячески подчеркивают, что отличаются от других женщин. Я думаю, что в случае Ася это частично обусловлено средой. Я заметила, что в российской научпоп-тусовке котируется такой, знаете, легкий, ненавязчивый антифеминизм. Ну, то есть, научпопер во всем ориентируется на западные демократические тренды, но как только речь заходит про женщин, все, конец, сразу фэмки, тупые фэмки, непонятно, чего хотят, вообще это жирные, страшные бабы, которых просто не ебут. Несколько лет назад Ася поучаствовала в одном сетевом сраче, который получил название Телочка Гейт. Медуза выложила какой-то там гайд и назвала его в духе, там, я не знаю, аффирмации, медитации и еще 10 способов стать крутой просветленной телочкой. На это отреагировали феминистки во главе с Белой Рапопорт. Их, конечно же, возмутил такой заголовок. При этом Казанцева зачем-то влезла в этот срач и в пику феминисткам стала везде употреблять слово Телочка, в том числе и в лекциях. Ну, типа, там, у мужчины есть пенис и простата, а у телочек матка и яичники. В среднем мужчины после секции легче переключаются на какие-то другие дела. В среднем они легче уходят на телевизор, компьютер или спать или работать. А телочка такая лежит, трофаборная, ей хочется луклыкать, манишничать, обниматься. Вот я думаю, что это потому, что у телочки больше фалактики. Смотрите, это история про развитие по спирали. Если вы человек угнетенный и дискриминированный и вас называют телочкой, вы на это не обратите внимания, потому что у вас и так много проблем посерьезнее. На следующей ступени развития человек, у которого есть зарплаты и гражданские права, который может бороться, чтобы его не обижали, но ему приходится именно бороться. И поэтому, когда его называют телочкой, ему обидно, так как это напоминает об угнетении. Следующая ступень развития, когда вы не сталкивались ни с какими признаками дискриминации, и поэтому, когда вы слышите, как эти куры квохчут, что их называют телочками, вы крутите пальцем у виска и думаете, боже мой, зачем они эту проблему на пустом месте из пальца высасывают. На следующей четвертой ступени развития у вас лично проблем нет, но вы уже настолько продвинутый гуманист, что способны думать о этих телочках, которых обижают, когда их называют телочками, и соответственно, вас это тоже задевает. Вот я лично нахожусь на третьей ступени, я лично никогда не сталкивалась ни с какой дискриминацией, поэтому мне кажется странным, когда женщина, которая, как я предполагаю, тоже с ней не сталкивалась, поскольку живет в крупном городе и в образованном социальном слое, начинает на пустой, на мой взгляд, месте раздувать истерику. Я не знаю, может феминистки немного и переборщили, просто для меня медуза находится в иерархии ниже шхудров, и я считаю, что ни один ее вагинальный выпук не достоин внимания, но все же, давайте не будем изображать слабоумие и делать вид, что мы только что вылупились из яйца. Телочка это фривольное обращение к женщине, зачастую сексуализированное окрашенное. Как правило, так называют дам, чья функция сводится собственно к удовлетворению низменных потребностей. Если вы женщина и вас назовут телочкой, вы скорее всего обидитесь. Если вы мужчина и вашу жену, дочь, мать или сестру назовут телочкой, у вас скорее всего появится желание отдать в табло тому, кто это сказал. Да, может быть где-то там в каких-то компаниях принято друг друга называть телочками, шлюшками, шмарами, пидорами и всем чем только можно и всем это ок. Но обычно подобная лексика используется для оскорбления и к незнакомым людям применять ее не стоит. Асин Димарш вообще выглядит мимо кассы. Его смысл лишь в том, чтобы в очередной раз показать, что она не такая, как все тупые бабы. Она и телочкой готова назваться, и отсосать в толчке, и в чешской оргии поучаствовать, лишь бы мальчики одобрили. Еще один залет Аси Казанцевой был связан с ее высказыванием про проституцию. Вот что она написала в своей первой книге. Пожалуй, единственная форма беспорядочного полового поведения, которая широко распространена у нашего вида, это проституция, то есть прямой обмен секса на материальное благо. Причины колоссальной жизнеспособности этой поведенческой модели можно обсуждать бесконечно, но одну можно сказать с уверенностью. Если проституция существует во всех человеческих сообществах во все времена, значит ее нельзя назвать абсолютно противоестественной. В нашей психике есть какие-то механизмы, которые способствуют склонности женщины заниматься сексом за деньги или другие ценные ресурсы. Не знаю как вы, а я здесь вижу примитивное биологизаторство на уровне протопопа и новоселова. У проституции есть очевидные социально-экономические причины. До недавнего времени женщины как бы не были самостоятельными единицами. они прикреплялись к семьям, переходили из рук отца в руки мужа и если семью постигало несчастье, то одно из немногих, а порой и единственное, чем могла женщина заработать себе на жизнь, это ее собственное тело. Если говорить про современную секс-индустрию, то да, сейчас многие идут туда за деньгами, которых не заработаешь в Макдональдсе, но это не значит, что подобная деятельность не травмирует. Женщины в проституции, которым искренне нравится их работа, это сказка для самоуспокоения. Если такие женщины существуют, то их одна на миллион. Остальные же заливаются спиртным, сидят на веществах, страдают ПТСР и убеждают себя в том, что все хорошо. А через пять лет ухода из проституции дают скандальное интервью, где рассказывают всю подноготную этого бизнеса и свое реальное отношение к нему. О каких механизмах психики мы в таком случае можем говорить? Из какой жопы Ася это выкачала? Как у нее вообще поворачивается язык рассуждать на такие серьезные темы, ни черта в них не понимая? В конце 2021 года Ася решила завести ребенка, потому что, цитирую, учась в Англии, она почувствовала себя одинокой. Ей понадобилось кого-то родить, кого-то, кто мог бы составить ей компанию. Ребеночек это социально приемлемый повод работать поменьше, если ты женщина. Это повод отвлечься от академического и интеллектуального, занявшись животным и эмоциональным. А еще это повод для книжки. На самом деле и аспирантура, и ребеночек очевидные карьерные шаги. Аспирантура повышает статус и дает тему для новой книжки. Ребенок работает так же, потому что моя аудитория растет вместе со мной. Как вы уже поняли, у Аси все не как у людей, в том числе и зачатие. Она взяла свою замороженную яйцеклетку, сперматозоиды бывшего мужа, и вот как-то их соединила внутри себя. Николя единственный, с кем я вообще когда-либо рассматривала такую возможность. Мы 10 лет знакомы, несколько раз трагически расставались навсегда, и при этом он всегда сохранял человеческое достоинство и был доброжелателен. А еще он умный, здоровый, симпатичный и относительно богат. У моего мужа уже есть новая жена, и ей было комфортнее, чтобы мы завели ребенка так, а не естественным путем. Николя всегда женится на отличных женщинах, такая традиция. Просто у нее уже есть дети, она не планирует рожать еще, но при этом считает, что опыт родительства для человека полезен. Кстати, вот что Ася писала про материнство год назад. Глобально говоря, я не чувствительный гендерным вопросам социал-дарвинист. Я признаю, что дети резко ограничивают карьерные и образовательные возможности. И этот факт не вызывает у меня внутреннего протеста. Кто может себе это позволить, тот их и заводит. Кто не может, тот не заводит. Жизнь несправедлива, ну да. Но есть одна вещь, которая принимает и меня. Реклама работы кассиром в магазине «Перекресток». «Моя мама известная», говорит детский голос. «С ней все здороваются и улыбаются». «Я выбрала работу в «Перекрестке», чтобы быть рядом с домом, работать по 4 часа и проводить больше времени с дочерью», говорит женщина. «Присоединяйтесь к команде «Перекрестка», говорит диктор». То есть вот она могла бы подсчитать пособия для поступающих, которых полно в каждой библиотеке, поступить в университет, стать научным журналистом, если ее привлекает известность, собирать много людей на лекциях, публиковать книжки большими тиражами, потом, может быть, уехать на PHD в условный Оксфорд, а вместо этого она завела ребенка и работает кассиром по 4 часа в день в «Перекрестке», чтобы быть рядом с дочерью. Вот на этом месте становится по-настоящему страшно». Уважаемые продавщицы «Перекрестка» и остальные женщины рабочих профессий, давайте сделаем так, чтобы Ася Казанцева больше ни копейки с вас не получила за свои сраные подписы и пересказы чужих научных статей. «Ася, я посмотрю, куда ты засунешь свои регалии, если тебя перестанут поддерживать финансово кассиры, уборщицы и медсестры. С твоим образованием тебя ни в одну ПТУ на полставки не возьмут». В отличие от тупых продавщиц, Ася перед беременностью все распланировала. С бывшим мужем, который завел уже новую семью, она поселилась рядом, они договорились воспитывать ребенка вместе и делить обязанности порогу. Ася взяла двушку в ипотеку, эмбриончиков подселила из пробирки и все такое. И тут 24 февраля. Отец молодец моментально давит на тапок вместе с женой и ее детьми. Ну и естественно, куда же Шейгу без такого ценного кадра. Коллеги разъезжаются по Турциям, Израилям и прочим странам, которые не воюют со своими соседями. И наша героиня остается одна с пузом. В смятении Ася делает маникюр под Украину, причесон под Украину, ходит по митингам, попадает в автозаки, но метаться поздняк. Квартира уже есть, ипотека не выплачена, а ехать в Европу и скитаться по чужим углам смысла нет. В итоге Ася ходит по интервью, где рассказывает, как она не могла ни есть, ни спать, ни дышать в первые дни войны. Первые две недели я совсем не могла ни спать, ни есть, ни дышать, ни работать. А уже на солидном сроке начинает знакомиться в Тиндере с новыми мужиками. Казалось бы, что может пойти не так? Вот, но если ты беременный, то появляются еще две дополнительные категории. Извращенцы и стрелятники. Извращенцы это те люди, которым беременность это фетиш, то есть им не важно про тебя, про твою личность, им просто очень хочется трахнуть женщину с позом. Интересно, как они живут, если они при этом еще ищут в химии, Потому что, ну, казалось бы, если у тебя такой фетиш, тебе надо просто найти кого-то, кто хочет рожать детей и рожать с ней детей. А еще бывают стрелятники, это категория людей, которые уверены, что если ты беременный на Тиндере, то у тебя какая-то жизненная трагедия. Тебя трагически бросили, и они тебя, значит, вот берут, обогреют, а ты будешь им всю жизнь за это благодарна. Осенью у Аси рождается девочка Елизавета. Правда, Ася больше хотела мальчика, потому что ей сложно не впитывать из воздуха сексистские стереотипы про их мальчиковое превосходство. Но уже ничего не поделаешь. Из роддома Асю забирал чел, с которым она познакомилась в Тиндере, потому что больше было, видимо, некому. В итоге мне там завелся прекрасный поклонник, который меня на четвертом свидании забирал из роддома, потому что больше было некому. После родов Ася создает мамский телеграм-канал, где рассказывает про грудное вскармливание, режим дня, гормончики и окситоцинчики. Ну, типа вкусносися для интеллектуалов. И вроде бы все хорошо, но чем дальше, тем страньше. Недавно Казанцева заявила, что хочет стать папой. Нет, это не то, о чем вы подумали. Просто Ася завела няню, и ей понравилось, что можно вспихнуть в себя все неприятные бытовые обязанности и потетежка с младенцем от силы час в день. В итоге няня стала, по словам Аси, нянчить не только девочку, но и саму Асю. Она убирает за ней свинарник, моет фрукты, прячет от нее айкос, а Ася в это время пишет новую книгу и зарабатывает на еще одну квахтихочку в центре Москвы. Вместе с тем няня ведет себя мягко говоря подозрительно, без спроса приносит домой кошку с улицы, делает в подарок роскошный торт с фотографиями Аси, Елизаветочки и с сиськами разбросанными по поверхности. А недавно Ася и вовсе заявила, что хочет съехаться с няней и ее детьми, снять четырехкомнатную квартиру, а свою двушку сдать. При этом няня будет оставаться в статусе няни, а Казанцева в статусе хозяйки дома. Лично меня подобное насторожило бы. Это напоминает мошенническую схему, где сначала у жертвы усыпляют бдительность, а потом жертва переписывает на злоумышленника свою жилплощадь. И это хорошо, если няня окажется просто экзальтированной фанаткой Ась Казанцевой и просто старается ради того, чтобы быть поближе к комиссарскому телу. А если это очередная Светлана Богачева? А если она на деньги кинет? Или ребенку какое-то злость причинит? Но даже если все будет хорошо, в этом плане капкания все равно остается масса дыр. И когда подписчики стали на них указывать, Ася начала невозбранно хамить в ответ. Например, вот женщина пишет, что настолько сильно привязывать ребенка к чужому человеку опасно, потому что он может уйти в любой момент, и это нанесет ребенку травму. Ася отвечает, что отдавать часть любви на аутсорс это наоборот хорошо и правильно и никакой травмы не будет. Вот другая подписчица спрашивает, как они собираются делить финансы, когда зарплата няни условно 30 тысяч, а доход Аси в 10 раз больше. В ответ на это Ася удивилась масштабом ее незамутненности. А когда кто-то написал, что дочке нужна материнская любовь, Ася заявила, что с началом войны все вокруг ебанулись, а также добавила, что квартира в Москве дороже любви, поскольку она даст возможность дочери в будущем путешествовать, ходить на вписки и посещать психотерапевта на сэкономленные от аренды деньги. Я так понимаю, вариант обеспечить ребенку счастливое детство, чтобы ему потом не нужен был психотерапевт, не рассматривается в принципе. Итого, что мы имеем? Перед нами инфантильная женщина полумаргинального склада с гигантским комплексом неполноценности. Она повернута на сексе, она повернута на мужиках и на их одобрении, она страдает внутренней мезогнией в самой терминальной стадии, а свою душевную боль прячет под маской социал-дарвинизма. Мне очень жаль ту маленькую Асю, которую бросили родители, над которой в 13 лет надругались. Но мне совершенно не жаль взрослую кобылу Асю, которая пропагандирует растление несовершеннолетних, наплевательски относится к собственной дочери, проезжается по продавщицам, оскорбляет подписчиков и выворачивает свои трусы наизнанку на публику, чтобы ее хоть как-то заметили. Все, все, ребята, уже прошли времена цинизма, сейчас в моде честность, искренность, понимание и принятие. Я считаю, что таким людям, как Аси Казанцева, стоит пересмотреть свое публичное позиционирование. Как минимум, она должна прокомментировать свои слова по поводу с***а с несовершеннолетними, как максимум, понести репутационные потери за свою некомпетентность и за свой черный рот. Я напоминаю, Казанцева до сих пор читает платные лекции. Она недавно настрочила новые апрельские тезисы и гастролирует с ними по городам и весям России. Также она готовит новую книгу, которая 100% выйдет в тираж и будет раскуплена. Это тот случай, когда я целиком и полностью выступаю за культуру отмены. Ну, может, хватит нас кормить говно, может, хватит с нас поехавших. А на этом я с вами прощаюсь. Подписываемся, ставим лайк или дизлайк, жмем на колокольчик, рассказываем друзьям, переходим по ссылке на телеграм-канал, подписываемся на него тоже, а также подписываемся на Бусти, но это по желанию. Все, всем пока. Ася! Я люблю термеля Бегаля Поэтому, если у вас женщина отказывается голосовать спешму, то, наверное, она не хочет отвратить детей. Потому что, если она хочет отвратить детей, то потом бихеменность ее придет легче, если она вашу спешму задает. Что?